Отлично. Я включила запись, и мы сейчас начнем наш вебинар на тему Successful Application to Iteca College. Амиржан, the floor is yours. Добрый вечер. Меня зовут Амиржан Скаков. Я ученик Шангенка Белеминова Целлицей. Ранее называлась казахско-турецкий лицей. Я учусь 11 класс, я закончил 11 класс. Претендую на золотую медаль. Поступил в три университета США. И сотрудничаю с Education USA уже три года. Можете, пожалуйста, отключить все микрофоны. Нишает. Спасибо. Пожалуй, я начну с моей презентации. Всем видна презентация? Напишите в чат, пожалуйста. Так, я хочу сегодня рассказать, объяснить свою версию, как я подавал, какие мои были ошибки на этом пути. И очень надеюсь, что вы не повторите моих ошибок и поступите в топовые университеты США, не только США, но и в Европу. Потому что процесс поступления одинаковый. Это не только готовит к университету процесс поступления, это и готовит к жизни относительно. Вот сперва хочу начать с моего бэкграунда. Меня зовут Амиржан, как я ранее представился. Я являюсь учеником казахско-турецкого лицея, ныне Белеминоватской лицей Шымкент, города Шымкент. Окончил вот буквально вчера, 11 класс, окончил школу, у нас называют это Мизун, Мизун 2021 года. Вот мои друзья, мои одноклассники, я сам по себе активный, считаю себя активным, потому что участвовал во многих олимпиадах. Например, по немецкому языку была олимпиада в период карантина. Это было как-то новым для всех. Вот мы попробовали международные олимпиады. Я прошел через областной тур на республиканский, но, к сожалению, были сильные противники, оппоненты, противники, извиняюсь, оппоненты в республиканском уровне. И я выигрывал гранты, например, в Аляску, Global Nation of Nuclear Weapons. Мы из Казахстана, есть с Астаны девочка из Назарбайской школы ФМН, ее зовут Нурья. Мы с Нурьей хотели полететь туда, но как судьба сложилась, карантин, и, к сожалению, отменили. Потом на онлайн перешли. Все 40 участников из разных стран провели этот проект онлайн. Но хотели переделать это все в следующем году. Это было, грубо говоря, сегодня, в этом месяце примерно. В прошлом году нам сообщили, что было делать в 2021. Но опять из-за ситуации с коронавирусом не пошло все по плану. Вот опять отменили. Но, как говорится, новости всегда есть хорошие. Поступил в университет, готовлюсь сейчас именно к визе. Более подробно про мой бэкграунд. Это мой девиз по жизни. Как бы мотивация. Слово мотивация. Fear. Fear имеет значение. Две значения одно. Бояться всего. И побежать. Ну, всегда бегать от проблем. Второй вариант – это встретить к лицу проблемы. И, наоборот, типа, use them as stepping stones to rise. Вот. Второй скрин – это было в 10-м классе. Мой ученик, ой, учитель из, по-моему, информатики. Я точно не помню, потому что это проходило в актовом зале. Нам всем, 10-ти классникам, задали вопрос, что мы любим делать, что нам нравится делать в нашей spare time. Вот. Я написал все. И в конце они задали вопрос, что тебя мотивирует вообще по жизни. Вот. Меня всегда мотивировало слово, слова моего отца. Он всегда говорил, даже писал в WhatsApp, что, ну, вот, примерно так. Ты можешь все, Балан, я поддержу тебя во всех твоих начинаниях. Это меня всегда мотивировало. Мне давалось, как бы, все терпеть благодаря этим словам. Вот. Всегда нужно ценить родителей, потому что они и есть поддержка для нас, для студентов, для учеников. Еще тут я был участником каждый год, уже два года подряд был участником Summer Camps Education USA. Это процесс написания эссе с Бен Тейлор. Он профессионален в своем деле. Он учил нас, как писать грамотно и продуктивно. Вот. Это процесс того семинара. Второе – это Education USA программ тоже, но межнационально. Это адвайзер из Таджикистана. Она пригласила нас, студентов, как и вас, через Телеграм, через Инстаграм. Я получил ссылку, вошел. И нам показали презентацию от Стэнфорда. Это приемная комиссия Стэнфорда. Она все показала. Это, кстати, было в период карантина в прошлом году, летом. Это было очень полезно и продуктивно. Советую всем всегда не упускать таких вебинаров, таких видов семинаров и полезных презентаций. Пока еще хотел показать свой Инстаграм, потому что я всегда выкладывал свои activities в Инстаграм как доказательство. Но еще и мне это нравилось. Я всегда в свое время вел блоги, писал свое мнение под постом. Могу показать в конце этой презентации. Теперь, куда я поступил? Я поступил в три университета. Это Queen's University of Charlotte. Это North Carolina. It Haker College. И SMU. Это в Техасе. Но выбрал It Haker College, так как больше финансовой aid дали. Финансовую помощь. Еще мне самому понравилось все, касаемо условий, все, условий, conditions, education. Про университет подробнее. It Haker College. Она была основана в 1892 году. Вот эти картинки, можете посмотреть. Мне как раз было еще удобно жить в таком месте, потому что у меня есть аллергия на пыль, на всякие виды цитруса и на видов растений, типов полынь. Но здесь, как видите, чистый воздух, лес. Мне это понравилось. Моим родителям тоже это понравилось. Поэтому выбрали этот университет. Хочу сейчас показать видео. Про университет. 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 кстати можете задать вопросы в чат могу ответить в конце презентации потому что сейчас не могу видеть я делаю эту презентацию для того чтобы вам объяснить что никогда не поздно подавать потому что пример это я я не поступил в топовый университет но средние считаю в хороший университет по статистикам она входит топ 300 по миру и в 16 по liberal college statistics вот всегда нужно верить в себя и нужно продолжать делать свое что тебе нравится теперь хочу рассказать про common app почему common app удобно не только для поступающим но и для университета потому что common app это сайт где где ученик студент может показать себя полностью свою заявку свои сертификаты на свои достижения и может показать себя с написание с вот и может он отправить это свою заявку одну заявку более чем 30 40 там по моему нет лимита или есть я не знаю но максимум который я знаю ученику сдавали 20-25 университетов одну заявку вот там есть еще дополнительные общем с которым которые университеты вам дают возможность выбрать вы можете писать или нет вот это но советую писать потому что я сам написал общем община с я примерно написал в общей количестве 40 где-то 35 с стены ками вот об этом пользу сейчас хочу показать свои активитесь эндмеритс кратко говоря хочу показать вот начать с этого как нужно делать вот табель оценок у меня я как ранее сказал я претендую на золотую медаль у меня все предметы на пятерки я отличник вот что значит она выйти тут джипей в сша есть такое понятие выйти это дополнительную когда ты берешь дополнительные курсы например задание чтобы повысить свою оценку сша gpa максимум идет до четверки 40 а у нас казахстане есть она идет до пятерки верно вот а сша если есть есть вариант если ученик хочешь чтобы его джипей был и ноль должен он должен взять дополнительные курсы задания и его джипей будет а если если он хочет анну эти то по четыре больной шкале это без дополнительных курсов он только учился на пятерки сам по себе вот меня джипей 40 мы как бы конвертировали его наш 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 казахстанский режим систему и поставили пять и ноль тут я написал что у нас вот у нас different school system and we have only 11 grades and the grading scale is from two to five я подробно объяснил тут чтобы они поняли почему я там 50 потому что в сша не понимают они думают что это выйдет выйдет это она выйдет лучше чем выйдет кратко говоря и я написал список всех всех предметов которые я проходил в течение трех лет 9 8 9 10 и 11 4 года на потом тут он хочу показать у нас я обладатель я война в доску конченка за ключи был олимпиадником по казахскому языку 9 10 классе прошел областной областной тур вот и финалист как ранее сказал немецкую олимпиаду финалист national academy competition and german language это было период карантина я уже был одиннадцатый класс но активитесь которые были сделаны в одиннадцатом классе не помешают вам ставить все в common app если даже вы делали активитесь после заполнения комнаты например я получил сертификат итоги года благодарный лист который получил потому что помог в период карантина людям которые страдают от кризиса помогли в махтарале я помогал своей команде эйси эй они это международная волонтерская команда я им помогал по монтировке видео чтобы ставить инстаграм вот тут я написал это активитесь так вот create content for school social media platforms подскулы и цвету всякие организации рекорд например аса рекорд видео и дюс и контент for school веб-сайт events and social media pages for instance instagram and telegram потом получил первое место в вокальной я очень был активен я выступал очень много разных на разных концертах в школьных и у нас часто учителя организовывали competition среди учеников song contest вот я часто получал первые места это было в десятом классе потом гународа регион спел и компетичен это тоже организовали и дуке шиньер с учителями тэг по моему тэш тэш да тэш они организовали скалами компетичен южные казахстанской области и все приходили с айрама с туркестанской области они все участвовали я выиграл в школе среди учеников а потом проиграл в финале региональный региональный уровень потом second place in lyric training у нас также проходил проходили соревнования по лирик тренингс когда ты печатаешь слова текст а песни например мы по моему я я печатал текст песни фейды и панк тапки кейтс вот это было в одиннадцатом классе потом тут написал future plans computer programmer analyst and masters это зависит от вас какие ваши планы на будущее потом провод активитесь student government politics я был вице-президентом в школе до десятом и до в десятом классе и организовал со своей командой с президентом многие разные ивенты концерты и проекты это очень помогло и весомые такой активите который поможет показать себя университету 2 это спорт я я вообще хорош в спорте считаю и родители то считают я сам ходил 7 примерно лет в плавании я кмс по плаванию и выигрывал республиканские турниры вот потом коммерчес сервис волонтерство она очень помогла мне в развитии а не только в поступлении но и в развитии себя я как бы могу сказать я инвестировал себя свое будущее будущем волонтером атомикин и в оса потом я был переводчиком в education fair когда университеты education fair это сходка университетов это было в риксосе у нас в шамкенте я переводил с английского на казахский на русский и наоборот с казахском на русский на английский для гонковского университета вот потом я работал айти ты парни стажировка в разных эти департменты которые доставляют заказы например потом я люблю писать поэмы и часто пишу это своем социальным социальной странице instagram еще еще там участвовал в разных соревнованиях в школе именно потому что мы сами организовывали такие виды такие виды соревнований как концерты лирик тренинг как ранее writing poems это все помогает детям в развитии потом журналистика вот instagram концерты дебаты я очень часто в дебатах в десятом классе то в единственном классе galaxy тоже участвовал galaxy debates потом культурные культурные активе это мы с называемые да по-моему с ниш они организовывали организовывали проект этно шинкент это шинкент называется они пригласили людей из разных таких нации корейцев китайцы чтобы они показали свои кулинарии и продавали это людям в арбате в арбате в арбат это парк у нас шинкенте и собранные деньги мы потратили в глухонемых не потратили дали чтобы они обеспечили обеспечили школы обеспечили своих учеников глухонемых например для education ручку там тетрадь так теперь обратно к презентации извиняюсь я вам напомню покажите пожалуйста свои эсэшки да 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 я покажу это в конце так теперь я хочу рассказать или может объясниться или высказать что инвестирование в себя это не стыд это гордость например многие студенты стыдятся и скрывают что они ходят на курсы или получают помощь от например опытных людей как алия или как айжанкул есть инстаграме аккаунт айжанкул ее зовут айжан например помогает ученикам сэсэ бесплатно есть и платные вот хочу кратко сказать что инвестирование в себя это хорошо но нужно знать как инвестировать нужно знать что инвестирование это хорошо и помогает создавать свою версию свою сильную версию себя не только духовно но и ментально и финансовое состояние например и нужно выбирать всегда between watching reading например watching tv или reading book зависит от вас но очень тиви это не инвестирование себя это наоборот вход в комфортную зону это очень плохо нужно еще как как сказал identify the best version of yourself не только духовно и ментально и финансовый почему финансовый потому что я я например надеялся на стопроцентный грант full financial aid но ожидал что будет такой момент момент который например я ожидал что получу что мог получить 50 процентов видит даже меньше и я всегда копил деньги на финансовый траты которые в будущем я буду использовать использовать университете или даже оплачивать университетские тьющен фи вот хотел сказать что нужно да хорошо это хорошо надеяться на на лучшее но всегда бывает такой момент всегда случается который момент который тебя хочет обломать нужно к этому быть готовым нужно всегда копить деньги особенно девятом десятом классе и я как пример хочу хочу сказать я получил 70 процентов гранта это покрыт мой финансовый это покрывает обучение но я плачу как бы жаташку сам кампус вот такие ситуации тоже бывают и нужно всегда быть готов к к поздним результатам инвестирования инвестиция в себя это результативное продуктивно но не всегда она может показать свой результат старости но нужно терпеть нужно ждать быть спокойным а это это стоит того чтобы инвестиция это одно из моих любимых цитат инвестирать инвестиция в как сказал ранее choose between watching reading очень это комфортно это нам нравится виден многим не нравится потому что видим кажется скучным например многим студентам но есть польза в нем чем смотреть телевизор вот что комфортнее всего это значит не инвестировать себя результативно то наоборот плохо негативно влияет на инвестирование не надо стыдиться и скрывать что ты занимаешься собой своим развитием и сервис свое образование вот что важно и нужно конкретно и точно расставить все свои цели set up your goals чтобы быть готовым вовремя вот вовремя чтобы не торопиться когда останется уже мало времени а если ты расставил все цели вовремя то ты будешь жить плавно и будешь в потоке главное это важно что ты не приусердствовал своим своими инвестициями в свое образование нужно иногда отдыхать это одно из частей не сильно себя но уделять нужно время специальное время например точное время примерно полчаса час например или два часа вечером погулять с друзьями вести social life step away from your laptop and rest your eyes there's no need to rush никогда не торопитесь never say never it's never late to start никогда не поздно начать если даже поздно реалистично если смотреть потому что например я в девятом классе только в девятом классе узнал что олимпиада это капец как влияет на поступление в том числе и сойти я всегда думал что мне достаточно готовится кайлз я всегда готовился кайлз научил язык вот но потом узнал и разочаров как бы мне стало страшно во первых потому что я уже потерял много времени я жалел о том что в седьмом классе восьмом классе не участвовал олимпиадах крупных и не готовился к с эти потом взялся за изойти но олимпиада уже нет времени на олимпиаду но все равно продолжал и верил свою цель потом как судьба сложилась эти отменили за карантина из-за коронавируса и я сдал айлс написал с приготовился заявку в команда все-все без сойти вот всегда нужно верить себя нужно продолжать и бог увидит свои старания и он поможет в твоих минусах так потом я готовился как я готовился сперва нужно начать с person statement этим летом нужно brain storm the brain storm подумать что ты напишешь и почему ты уникален и и нужно всегда research делать над университетами университет ты должен показать университету почему ты достойный университета и должен подчеркнуть самые-самые маленькие специфисе здесь до университета вот тогда университет что ты очень заинтересован и они заинтересуются тобой потом финансирует финансирует это другая тема там нужно заполнить анкету как common app css profile вот это уже отдельная тема нужно сперва personal statement brainstorm сделать сдать все экзамены айлс сайте если с этим не нужно то айлс или тайфу языковые языковые обязательно они всегда будут актуальны обязательно даже если коронавирус потом хотел рассказать про про early applications to college я подавал на early decision you pen пенсильванский университет она входит топ-8 по миру и я не ожидал что они они как-то заинтересуются надо мной я просто хотел попробовать хотя это было очень рискованно попробовал сдал подопадал на свои документы я был готов на вот хотел сказать нужно быть готовым и получил приглашение на интернет до ноября ученик должен быть готовым до ноября чтобы подать на early application я как сказал подал на юпен и получил приглашение на интервью многие многие студенты не получают этой возможности я очень был рад услышать этот новость я вел интервью с собеседование с ланой юпен он был из таиланда он бизнесмен он окончил юпен примерно в 97 году вот но как судьба сложилась я не поступил мне отказали хотя интервью был классным мне очень понравилось советую всегда подавать на и акшин и и десижин и десижин это ты подаешь только в один университет и можешь подать на и акшин но и акшин ведет как и плавайте мальчик у колодец например ты можешь подать пять или шесть университетов за раз нова фишка в том что шансов будет намного больше потому что студентов готовы к рэпу кейшн будет мало многие студенты готовятся к регулы и регулы будет сложновато так следующая презентация мой айлдс я получил айлдс 7 баллов учил вы сны 8 гридинг 7 спитом 7 и райтинг 6 сдавал два раза первый раз январе десятом классе 4 января тогда это был как бы очень хороший результат для меня я получил выяснил 7 и остальных по 65 в общей overall 6.5 но я дальше готовился и всегда планировал готовится летом 10 класса я все откладывал на лето вот скажу вам откладывать все на лето потому что есть моменты которые ты не ожидаешь встретить я прошлом летом потерял отца мои все планы изменились и я сдал второй раз в октябре в 10 октября и готовился за на экзамен до примерно двух недель за за до экзамен вот всегда советую не откладывать на завтра даже на завтра не на лето но нужно знать что лето это хорошая возможность на на поступление и всегда нужно использовать бесплатные ресурсы книги компьютер интернет школа например нужно всегда делать research всегда нужно изучать про университеты про себя нужно всегда думать про развитие себя как человек вот ресурсы которые мне помогли пройти через адский процесс это айлтс онлайн т.к. тут есть практикс и которые можешь может любой студент пройти на бесплатной основе второе это edX я изучал в нем computer science здесь можно даже получить диплом сетевикат она она актуальна для работы вот и есть и бесплатные курсы платные я занимался в edX в период карантина и тогда было много акций я участвовал в одном из скидок и получил бесплатную лекцию потом education usa я уже три года сотрудничаю с ведущей сей я всегда участвовал в таких вебинарах в летних лагерях но компания вот это кишнице это это поддержим сша поддерживает это кишнице казахстан чтобы помогать студентам которые которые ну просто нуждаются в помощи мы все нуждаемся потому что нет никого который не нуждается помощи еще к накидами по-моему все знают этот сайт но все знают этот сайт как подготовка к сайте а тут не только к сайте можно кататься но и к например я поднял свой уровень информатики математики когда я отставал от школьных занятий я захотел сюда и там зарабатывал очки там можно зарабатывать очки как как это как прохождение игры очень интересно можете попробовать и css 50 это гарвардский сайт где можно учить компьютер сайенс саморезан оппортийте купе изнат честно про патенте цикла и до патенте не упустите этот шанс до лета 4 дня так что начинайте подготовку теперь про хочу показать вот с прочным стоит на можете тут прочитать могу прочитать слух алле а да если вам не сложно прочитайте вслух я выбрал тему я сперва не выбирал тему я сразу начал описать с просто просто вжился в свою ностальгию что помню это написал я написал про свой свою историю про свой background когда мне было три года вот я помню этот момент it was the end of 2007 uh in shankent the sound of the front door opening sounded throughout my three room house i woke from a dream when i heard a knock at the door sleepy eyed i saw my father holding a new digital camera in his hand i lived just three white years but i had never seen that type of camera before on that day my grandparents and i went on a trip to kyrgyzstan and i had only one question in my head that remained in my mind how does this camera work in bishkek we admired the beauty of the city tried out the camera and took great pictures my grandma tried to use it and realized that she forgot how to use the device while walking around i found a way to shot a picture of myself after studying and understanding its functions i told my grandparents since that morning i discovered my interest in technology but i'm still interested today when i was in the first grade my father pulled out a beautiful new hp computer from the box he handed it to me and said study well after expressing my gratitude to my father i picked up the computer and went to the bedroom though that was the first time i had ever seen such a computer in my life i figured out how to turn it on i heard the sound of booting out and was captivated by the windows logo from that moment on i devoted time to studying the computer in a week i learned to download games on it and became interested in software and learned to bypass long processes in 2012 computers were brought to school for the first time since computers were new technology some teachers didn't know how to use it teacher asked the class who knew how to use computers everyone looked and pointed their fingers at me uh i didn't refuse refuse to help my teacher learn how to use her computer since that day many teachers trusted me with their computers the day my father gave my computer uh became one of the most important moments of my life one winter evening my father came home and left an unusual box on the coffee table he came and said son do you like this phone can you turn it on i started opening the box and revealed a shiny brand new iphone 5s gold when i picked up the phone the softness on the screen the unusual feeling of pressing buttons was unforgettable i set up the phone for my dad and creating an account and bringing to the usable state i was interested in the fact that it had so many features my love for smartphones began that evening only small moments like huge lights illuminating the street guided me to my life's goal my father took a special place in my life and was the catalyst for many moments that led to finding a live call my interest in computer technologies has been a reason for me to help many people although the education usa program organized college preparation summer camps each year they had to hold an online camp this year my advisor asked me if i could help organize an online conference so i helped with organization and technical issues our volunteer team aid people in the flooded mactural region i stayed home because of coronavirus but was able to help by editing and uploading videos to the team's instagram page computer technology is lucrative now especially during a global pandemic i can say that i have found myself in my life goal through my studies i hope to accrue the knowledge and skills necessary to help others through computer science my love for technology has informed how i view the world and i can't wait to explore even more тут я рассказал про computer science computer computer science computer overall как я близок к компьютерным технологиям рассказал три истории первая это камера как я научился использовать камеру в три года и как я научил использовать свои свою дедушку и бабушку использовать потом про компьютер в школе первый компьютер который нам принесли и учителя тогда не знали проповедь хаути юзби компьютер но я быстро усваивал потому что у меня был ноутбук который мне папа подарил ички вот я научился сам там всегда что-то там там делал создавал ну поняли потом папа купил себе iphone 5s и он был новым не открытым и включить все поставить ну как функционально как по умолчанию вот я сам включил все и как будто я когда использовал технологии я как будто был рыбка в своей воде вот и как конклужен я сделал компьютер технологии это мой стиль мой стиль жизни я могу использовать компьютерную технологию как и в бизнесе как и в науке и использовать это в пользу человечества и и привел примеры например вот это кишниуса и программ потом волонтерство и да вот примеры чтобы быть чтобы доказать что я уже использовал себя в таких моментах таких ситуаций показал себя сейчас идет такое что команда просит дополнительный с коронавирус situation how коронавирус situation affected you and your life я написал про своего отца могу прочитать my father was the director of a shop selling window profiles the quarantine had an especially huge impact on his job after the store closed for quarantine work slowed down and many workers left their jobs to help my father i worked as a loader in the store from may until june even though he was the executive director he helped me with loading we forgot the burden of working spending time laughing and playing while loading my father always worried about us told us to wear masks and took safety measures to prevent the virus however the disease came to my father and on july 2nd he passed away it was painful to realize that our father is now gone at first i didn't want to accept the truth i was tormented and life felt shorter however remembering the upbringing my father gave me and the expectations he placed on me i realized that i am now the person who needs to care for my family even though my father's absence is deeply ingrained in my mother my siblings we remember his words and still feel close to him together we're fighting financial and emotional difficulties in the wake of his loss i learned to endure the unexpected challenges of life and be responsible for myself and for my family this virus taught me to understand the dignity and unity of family я тут рассказал про свою семью и как я остался ответственным вместо своего отца вот и эссе который я написал петхайка тут вот topic please tell us why you selected this specific academic program and what other academic programs interest you quarantine for covet 19 began at the end of my 10th grade year this period was valuable because i had more time to research computer science and spend most of my time taking courses at edX and studying human computer interaction after turning 16 i had to obtain an idea idea to understand but it took me a long time to get it because the registration center's poorly structured website could not accommodate more than 25 000 people with disappointment i wrote a list of problems that need to be solved in my country's attitude to technologies i'm confident that it will offer me the opportunities to study computer technology in depth especially in the hands of professor john barr i'm most excited about his research areas such as operating systems web programming and multimedia because my country needs improving those areas heiko will provide me with the opportunity to study human computer interaction using my knowledge i aspire to help improve communication between people and modern information systems i also look forward to surrounding myself with like-minded individuals working together to make a change вот я написал самые specificities такие маленькие как бы сказать специальные точки которые они университет приемная комиссия заметит в моем эссе это профессор я очень заинтересовался в джон баре он он делал ресерчи такие эксперименты над operating systems сайт программа и мультимедиа 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 как инстаграм там фейсбук вот теперь позвольте мне показать мой инстаграм страницу как я делился своими активитесь тут я помогал в городе арыс когда когда произошел несчастный случай до 4 июня 19 года тут помогали семьям с фундаментом там грузили со стройкой потом тут я помогал ветераном с аса тут мы давали продукты в честь нового года это был республиканский проект и мы участвуем вот тут новогодний праздник новогодняя атмосфера тут я писал посты свои мнения нужно советую использовать инстаграм чтобы развить себя во первых во вторых чтобы быть готовым к университету например университетские комиссии комиссии рак они комиссия приемная комиссия могут могут может но это как бы считается мифом но могут проверить твою страницу например я подписался вид хейко колледж страницы инстаграм официально и они могли заметить меня потому что там есть мое имя во первых и они могли просмотреть чем я занимаюсь и убедиться что я на самом деле написал правду своем эссе и свои заявки вот можете написать мне в инстаграм или в почту если есть вопросы дополнительные которые крупные вопросы сейчас мы ответим которые были заданы в чате так тут спрашивают то есть европу тоже с этим нужен да европу с этим нужен но тут тема про сша европа это отдельная тема извините я вас поправлю с идти на самом деле он принимается это reasoning тест тест стандартизированный тест он принимается в основном только в странах сша айлс экзамен он международный и он принимается во многих странах но также нужно смотреть внимательно потому что допустим канада принимает айлс но к той фулу она относится не так хорошо то есть той фул больше приемлем для вузов сша поэтому прежде чем сдавать каждый экзамен конечно проверьте в какой стране он принимается в какой стране находится ваш вуз спрашивает можно только до и так оценки считаются как годовые да тут уже ответили даже кто-то в чате а вот вопрос от аннель почему ты говоришь что за четыре года писал предметы там же написано квартир я что-то не понял вопрос можете перефразировать за четыре года писал предметы я думаю список предметов список данного это список с 8 класса предметы туркишной учесть потому что мы проходили это школе и коминет коминет нужно закидывать коры до четверть оценки но gp это годовые еще вопросы ребят если есть вопросы пишите пожалуйста в чат у нас пока еще есть время да мы показали скажу что доступ ученику к рекомендательным письмам нет я попросил своих учителей учителя информатики и русского языка потому что я был близок и очень хорошо общался с ними и взял рекомендательное письмо от директора три дать им писем советую также не то есть мифы которые нужны например компьютер сайенс должно быть рекомендательным письмо от информатики это миф учитель он должен он должен объяснить показать что ты какой человек и какой-то человек с такими-то достижениями и он должен показать тебя как в рекламе рекламе же рекомендуют например блогеры вот так же он должен тебя хорошо знать тесной атмосфере например вот тесной связи читаю отзывы спасибо большое мне очень приятно с этим хочу закончить передаю еще давайте два вопроса буквально сейчас два вопроса ага табеляску канцелор скидывать спрашивает мирас колычка до колыч канцелор нашем случае колыч канцелор его зовут аман гильда он он помогал нам с поступлением у нас есть в школе есть колыч канцелор но знаю в многих школах таких пока что нет но можете спрашивать у али например если есть вопросы потому что education и если ты так так и продумал чтобы помочь студентам табеля именно скул канцелор колыч канцелор должен скинуть или классный руководитель но перевод ты должен звать сам и последний вопрос у вас мейджор это компьютер сайенс или написание стихов спрашиваю компьютер сайенс это написание стихов это дополнительно написание стихов экстра экстракуррикулар активити у амержана да а мейджор у него все-таки компьютер сайенс спасибо вам большое что я еще хочу отметить в написании сэ у амержана есть очень четкая структура наверное вы заметили то что у него три истории которые все очень плавно одна перетекает в другу в другую хорошая структура которая подчеркивает одну единственную мысль да это его ранний интерес к технологиям он это все рассказал искренне от сердца как есть своими словами и я думаю что вот эта вот искренность до персональность показывает амержана вот с его стороны хорошей и конечно же она произвела впечатление на приемную комиссию в том числе поэтому вот его эсэшки очень хороши хороши в этом плане то есть хорошая структура хорошая история искренность и все это подкреплено его жизненным опытом спасибо вам как бы мне было честью поделиться своей историей я никогда не думал что проведу такой вид семинаров вебинар потому что я всегда сам участвовал таких и всегда удивлялся студентам но взял такие хорошие инсайты и использовал в своем процессе поступления отлично спасибо вам большое еще раз